Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Первый авиарейс Дубай-Сочи запланирован на 7 июня. Об этом стало известно на встрече представителей администрации Сочи и делегаций из Арабских Эмиратов. В детском саду на Мамайке отремонтируют подпорную стену. Сегодня в микрорайон с инспекцией отправился глава курорта. Нацпарк Сочи готовится к наплыву пасечников. В этом году специалисты впервые составили подробную карту кочевых пасек. Рев моторов и встречный ветер в залах музея. В Сочи открылась выставка «Что-то про мота». Вопрос, который стоит на особом контроле в крае. Проблему обманутых дольщиков обсуждали в Краснодаре. Вениамин Кондратьев провел очередное совещание, посвященное этой теме. В зале собрались представители силовых структур, руководители профильных управлений и те, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков – дольщики. В таком составе встреча проходит регулярно с начала этого года. На совещании глава региона поручил рассмотреть возможность покупать жилье за счет краевого бюджета пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, которые являются дольщиками. По мнению Вениамина Кондратьева, это может стать действенным инструментом в решении проблемы. Продолжить тему наши краснодарские коллеги. Перед нами моноблоки, которые должны были обрамлять окна для того, чтобы сделать этот комплекс более величественным и красивым. Вот мы видим балясины, которые должны были проходить на уровне седьмого этажа и одиннадцатого этажа. Наш комплекс должен был напоминать практически монолизу в искусстве. Да и название жилого комплекса под стать – кино. Правда, в этом фильме Татьяна Тахадзе с еще тысячей человек выступает в роли обманутых дольщиков. Громадный дом в Краснодаре почти на полторы тысячи квартир сдать должны были еще год назад. Правда, строительная техника на площадке остановилась еще раньше. Уже тогда люди, купившие здесь квартиры, забили тревогу. Я живу на съемном жилье, и таких людей, как я, очень большое количество. Вы знаете, учитывая, что ЖК очень большой, такое большое количество дольщиков, к очень большому сожалению, вот этот долгострой и очень много судеб разбил. У нас очень большое количество многодетных семей, у которых тоже нет жилья, и это жилье их единственно. Застройщик, который просто вывел с объекта деньги, сейчас находится в розыске, а подрядчик в следственном изоляторе. Но людям от этого не легче. Кто-то одновременно погашает ипотеку и платит за съемное жилье, кто-то переезжает по родственникам. Вопрос с ЖК кино начал решаться после того, как к проблеме подключились местные власти. Сейчас уже найден инвестор, готовый достроить дом. Глаза в глаза сказать людям, когда возобновится стройка, мэра Краснодара попросил Вениамин Кондратьев. Сегодня губернатор провел совещание по защите прав обманутых дольщиков. По самому ЖК кино, вчера мы все процедуры завершили, проведена процедура знакомства непосредственно инициативной группы ЖК кино с потенциальным инвестором. Инвестор заходит на объект, подписанные соглашения, и уже процедура пошла. Рассчитываем, что буквально через 15 дней уже непосредственно у нас компания строительная выходит на этот объект и ровно через месяц приступает к строительно-монтажным работам. Такие встречи с обманутыми дольщиками проходят практически каждый месяц. Участвуют в них и руководители краевых прокуратуры, Следственного комитета и полиции. Во многих случаях причиной появления долгостроев становится банальное мошенничество. Но о причинах сказано уже много. Сами пострадавшие не хуже юристов теперь разбираются во всех нюансах. Главный вопрос – как вернуть долгожданные квартиры дольщикам? В Краснодарском крае на проблему решили взглянуть по-новому. Венимин Кондратьев поручил проработать механизм государственной поддержки социально незащищенных категорий граждан. За счет средств краевого бюджета опять-таки будем создавать компенсационный фонд в виде квартир и предоставлять их тем, кто находится в очереди обманутых дольщиков. Но в первую очередь это будут ветераны, многодетные семьи, инвалиды и дальше, кто находится в этой очереди. Но не тем, кто скупал на стадии котлована подъездами этих квартир, либо брал в натуре за какие-то работы. Здесь государство выполняет функцию социальной помощи, поддержки, но не страховой компании, которая должна компенсировать, еще раз подчеркиваю, всем тем, кто вкладывал свои деньги с точки зрения вложения капитала в приобретение этих квартир. Многие, о чем говорили раньше, не имеют другого жилья или не имеют уже средств существования или съема жилья, в котором могут проживать. Поэтому было принято решение от губернатора, что этот момент нужно обязательно сегодня решать и как можно быстрее. Все, кто сегодня находится в местном положении, для них будут изыскиваться уже деньги на господдержку. Из рестра долгостроя в прошлом году на Кубани исключили 10 домов. В текущем планируют ввести в эксплуатацию еще 12 объектов. Однако не все так просто. Оставшиеся проблемные жилые комплексы настолько сложные и невыгодные с экономической точки зрения, что потенциальные инвесторы отказываются их достраивать. Мы полтора года уже, ну около двух лет, по сути, находимся в таком положении, в непонятном, в подвешенном. То есть на данный момент нам предложено около 40-50 инвесторов, потенциальных, которые могут взять наш объект. Сейчас еще два предложено, но не факт, что они будут именно пройдут. То есть они посмотрели участок, как те 40, которые отказались, приехали, посмотрели участок. Да, они там оценили все это дело. И ответ мы будем ждать через неделю. В этом случае топтаться на месте в ожидании квартир можно еще долго. Но решать жилищный вопрос обманутых дольщиков надо сейчас. Для подобных случаев, как у Дениса Диулина, губернатор предложил подумать, насколько возможно в кубанской столице создать муниципальное предприятие, которое за счет поддержки краевого бюджета займется достройкой проблемных домов. Планируется, что озвученная схема вначале станет работать в пробном режиме. Первыми, кто попадет в программу, станут жилищные комплексы «Талисман», «Форт Карасун» и «Южный» в Краснодаре. Три пилота, где мы попытаемся, посредством может быть, если не найдем, вот как мы договорились, инвестора за счет средств бюджета достроить, а потом компенсировать за счет того, что у вас, ну не у вас, а в вашей компании есть ликвидность, которую мы потом обернем и вернем деньги в бюджет. Это новый абсолютно подход. Я думаю, он будет действенным. Потому что государство не ставит задачей край, мы спрят заработать сегодня на достройке ваших проблемных домов. Нам главная задача и главная здесь прибыль, победа, благодарность – это когда вы свои квартиры получите. Важно понимать, обратил внимание губернатор, что деньги, выделенные из бюджета, в него потом вернутся. Активами, которые направят в пользу государства, станут нераспроданные квартиры и площади под коммерцию, в достроенных за счет казны домах. Конечно, финансирование обязано быть разумным и обоснованным, ведь это средства налогоплательщиков. Самое важное во всей работе – постоянный контакт чиновников, прокуроров и полицейских с пострадавшими. У дольщиков должна быть актуальная информация. Из-за ее отсутствия отчаявшиеся люди часто становятся марионетками в чужих руках. Здесь нужен здоровый диалог, тогда будет грамотное, правильное решение. А то, что сегодня многие пытаются эту ситуацию использовать в своих целях – популисты просто. Здесь криками проблему не решить. Это, наоборот, завести ее еще в больший тупик. Создать паническое настроение, создать хаос вместо здорового, нормального алгоритма, который позволит решить проблему обманутых дольщиков в крае в целом. Поэтому я обращаюсь, коллеги, к вам, что сидят в этом зале. Вы должны сами понимать, не идти на эти провокации, не быть щитом, либо, наоборот, флагом в тех, кто эту ситуацию с обманутыми дольщиками хочет использовать с точки зрения расшатывания сегодняшней стабильной ситуации в нашем крае. Сейчас законное жилье на Кубани ждут больше трех тысяч человек. Предложенные сегодня варианты поддержки обманутых дольщиков можно назвать прорывными. Ведь главная задача – как можно скорее вручить людям ключи от долгожданных квартир. Александр Иванченко, Яна Бузычкин, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Губернатор встретился с новым военным комиссаром Кубани. Вместе с Александром Кузнецовым Вениамин Кондратьев обсудил ход весеннего призыва. За время кампании из Краснодарского края в армию планируют направить 6,5 тысяч человек. В воинских частях отмечают, что призывники Кубани – одни из самых подготовленных в стране. Украина ежегодно направляет на службу в журнальные силы 12 тысяч призывников. Это один из самых больших призывов в стране. Очень важно отметить, что качество подготовки призывников очень высокое. И отмечают те командиры тех подразделений, где служат наши призывники. Особенно почетно и гордо для нас, что в ленную часть попадает Креблевский полк. Это особо почетная служба. Поэтому нам важно с вами сохранить уровень подготовки призывников к службе в журнальных силах. И, конечно, нарастить этот уровень. Здесь очень важно, чтобы мы подумали, как нам еще, может быть, активнее вовлекать молодежь в занятия спортом, подготовки к службе в армии. Это целый комплекс, должен быть мер. Военком Краснодарского края Александр Кузнецов, в свою очередь, отметил, что подготовил ряд нововведений, которые обеспечат полное информирование о том, как молодые люди проходят службу. Я считаю, что главная задача не только воспитать воина, а гражданина, который отслужит, вернется на родную кубанскую землю и будет здесь трудиться работать. Будут много нововведений. Это не только отправить служить в армию, но уже мной издан приказ и принято решение. Я думаю, вы меня поддержите. Здесь созданы рабочие группы, которые будут следить за судьбой наших юношей, которые служат в период становления на протяжении всей службы. Если возникнет необходимость, решить какие-то социальные вопросы будем решать и в семье. Губернатор также обсудил с Александром Кузнецовым работу военкоматов на территории Краснодарского края. Ну и к другим новостям. Авиарейс Дубай-Сочи запланирован на 7 июня. Об этом стало известно сегодня на встрече представителей администрации Сочи с делегацией из Арабских Эмиратов. Накануне открытия прямого авиарейса делегация из Арабских Эмиратов прилетела в Сочи, чтобы оценить возможности современного курортного города с развитой инфраструктурой и уникальным природным ландшафтом. У вас менее жарко, чем у нас. Хороший климат, красота. Рейс будет регулярный два раза в неделю. Стоимость билета эконом-класса до 500 долларов. Новое прямое авиасообщение позволит туристам максимально сэкономить время. Гости из Арабских Эмиратов будут прилетать на курорт, отдыхать, пользоваться всеми возможностями курорта. Их привлекает очень красная поляна, наши экотропы, пешеходные маршруты. Один из членов делегации в Сочи не первый раз. Будучи студентом Московского госуниверситета Печати, он приезжал на курорт и сегодня удивлен произошедшими изменениями. Это мой второй визит в Сочи. Первый визит был в 89-м году, когда я был студентом МГОП. И я очень поражен, что очень чистый город и инфраструктура тоже замечательная. Гостям рассказали о курортных возможностях Сочи, об отдыхе в здравницах. В свою очередь, арабская делегация попросила предоставить им данные о событиях нашего города, чтобы включить их в календарь путешественника. Это издание позволит потенциальным туристам заранее планировать поездки в Сочи. Сочинские депутаты и их коллеги из сербского города Валива подписали соглашение об установлении дружественных связей. Это произошло в рамках визита делегации Республики Сербия на курорт. Соглашение между городским собранием Сочи и Скупщиной Валива, так называется парламент в Сербии, подписано в целях развития международных связей и культурного сотрудничества между двумя городами. Это событие является важнейшим шагом в развитии народной дипломатии и первым в истории Российской Федерации документом о международном сотрудничестве между представительными органами власти. Знакомство сочинских депутатов с сербскими коллегами состоялось в августе 2018 года при содействии представительства Министерства иностранных дел в городе Сочи и Федерального агентства Россотрудничества в Республике Сербия. В ноябре прошлого года во время визита делегации городского собрания Сочи в Республику Сербия, город Валива, было осуществлено парафирование проекта соглашения о дружественных связях между городским собранием Сочи и Скупщиной города Валива. Мы уверены, что сотрудничество представительных органов власти городов Сочи и Валива станет хорошим примером для наших коллег из других городов в деле укрепления и поддержания мира. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В селе Хлеборобе к середине июня будет завершен ямочный ремонт дорог. Капитальный ремонт коснется улиц в следующем году. Более того, глава курорта напомнил жителям, что ускорить этот процесс могут они сами. На сайте администрации города ведется голосование, какие дороги в Сочи больше всего нуждаются в ремонте. Именно по результатам этого опроса и составляется план работ. Благодаря федеральной программе в течение пяти лет на капитальный ремонт дорог в Сочи ежегодно будет выделяться 830 миллионов рублей. Решится и вопрос с водоснабжением. У сельских сетей не было эксплуатирующей организации. Теперь они переданы на баланс муниципального водоканала. Предприятие уже начало установку насосов, которые позволят уже через три недели бесперебойно подавать воду в дома. Но это вода из каптажа, проще говоря, сразу из скважины, не прошедшей обработку. Централизованный водопровод город готов провести, но только при условии, что селяне готовы потратиться на подключение к нему. Я главам сельских округов говорю, прежде чем мы начнем реализовывать эти проекты, вы соберитесь со всех дворов обязательства, что они обязательно подключатся к этому водопроводу. Чтобы Калиновое озеро не повторилось. Когда мы тратим деньги, а потом это называется неэффективное использование, это совсем не по-хозяйски. Также глава Сочи напомнил жителям, что на курорте стартовал месячник по благоустройству. В течение апреля селянам надо привести в порядок свои дворы, разобрать накопившийся мусор. Причем собранные отходы САХ вывезет бесплатно. А в мае село посетит комиссия. Нарушителей правил благоустройства и санитарного порядка ждут штрафы. Также Анатолий Пахомов пообещал жителям помочь с трудоустройством. Глава города готов организовать встречу руководителей крупных предприятий Сочи и жителей районных сел. В детском саду номер 80 отремонтируют подпорную стену. Дошкольное учреждение находится на Мамайке. Сегодня в микрорайон с инспекцией отправился глава Сочи Анатолий Пахомов. Он прошел по улицам, дворам и объектам торговли. Итоги обхода в нашем следующем сюжете. Благоустройство и санитарное состояние – это то, что в первую очередь оценивает глава Сочи Анатолий Пахомов во время традиционных обходов. Сегодня рабочий день главы города начался на Мамайке. Мэр отмечает, микрорайон за последние годы изменился и в лучшую сторону. Было приятно пройти по набережной. Было видно, что район активно занимается и благоустройством, и приведением к санитарным нормам. Сейчас только начался у нас месячник по санитарному состоянию. Конечно, мы нашли замечания, они есть. Я думаю, что ровно через месяц мы вернемся, посмотрим, как они будут исправлены. Но могу сказать, что в принципе я очень доволен, что уже поменялась ментальность. Все прекрасно понимают, какие требования, какие должны быть заборы, какие должны быть фасады, какая кровля. Понимают, но не все местные жители жалуются на мусор на своих же территориях. Мэр подчеркивает, чистота и порядок – дело общее. А во дворах многоквартирных и частных домов уборка и вовсе – это задача только самих сочинцев. Вы приехали как будто на отдых. Друзья мои, у нас люди собираются и убирают. А вы хотите, чтобы кто-то это делал? Ну а кто, скажите, по-вашему, должен делать? Организуйте субботники, я сама выйду. Вот такие неприглядные дома не украшают мамайку. Не спасают даже красивые заборы, установленные городом. Домики должны быть срочно приведены в порядок, напоминает глава хозяева. Исчезнуть должны и кучи мусора во дворах частных домов. В противном случае сочинцев ждут штрафы за несоблюдение правил благоустройства. Посмотрите, штраф будет пять тысяч. За пять тысяч вы можете тут убрать все сами. Все уберем. Анатолий Пахомов сделал замечание продавцам на социальных рядах вдоль реки, где они торгуют бесплатно. За красивым фасадом из местных сладостей, орехов и специй – неприглядная картина. Коробки, пакеты и ящики – это то, что должно быть скрыто от глаз покупателей. Мы сделали социальные ряды. Ряды. А на рядах вот этих вот бардаков не должно быть. Вот и пришли, продали, ушли. Мэр еще раз напоминает, каждый рабочий день бизнесмены должны начинать с уборки своих территорий. А еще пора задуматься о приведении магазинов и кафе к единому архитектурному облику. Безвкусные и морально устаревшие вывески должны уйти в прошлое. Заглянул глава Сочи и в детский сад номер 80 на Крымское. Здание, благодаря в том числе помощи шефов, регулярно ремонтирует и приводит в порядок. Единственная проблема – вот это подпорная стена, которая без проекта была построена еще в советское время. Проблема в том, что здесь есть грунтовые воды, которые проходят через определенные блоки. Проблема со стеной существует, в принципе, уже много лет. Но, тем не менее, все вопросы держатся на контроле и в управлении образованием, и администрации города. Поэтому мы очень надеемся, что наш вопрос будет решен. Нас это, откровенно говоря, очень встревожило. Я думаю, что буквально сегодня я проведу совещание с управлением капитального строительства. Мы, наверное, выделим деньги для того, чтобы немедленно делать проект и делать новую подпорную стенку, потому что здесь детский сад. Прямо над детским садом недостроенные дома компании «Вант». Это проблема «Мамайки». Но и она скоро останется в прошлом. Администрация города нашла для недостроя инвестора. Планируется, что заветные квартиры, которые люди ждут с десяток лет, они получат к 2021 году. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Пчеловоды готовятся к главному взятку сезона, а национальный парк Сочек – к наплыву пасечников. В этом году специалисты впервые составили подробную карту локации кочевых пасек. Всего на территории Сочинского нацпарка могут быть размещены более 6 тысяч ульев. Пчеловоды и не только местные готовятся к сезону цветения медоносов. Буквально с 1 мая к работе на пасеках приступят пчелиные семьи. Привезут их в Сочи со всего Краснодарского края. У сочинских пчеловодов пасеки в основном стационарные. А вот для кочевых нацпарк определил 12 лесничеств. На общей площади – 6 тысяч гектаров. Утвержденная карта локации размещена на сайте Сочинского национального парка. Заявки в первую очередь ждут от местных, чтобы свежий мед нового сбора остался на курорте. Всех заявителей мы хотим видеть сначала в участковых лесничествах, чтобы они на месте уже непосредственно проработали те площадки, которые им больше понравятся для установки своих пчелосемей. Привязательный расчет на 6200 ульев по всем местам. Если человек хочет зайти на площадку национального парка и поставить там ульев, он должен быть готов предоставить все необходимые документы, подтверждающие состояние здоровья этих пчел, состояние ульев, если там какие-то клещи и другие заболевания пчел. Если они будут больны, это будет подтверждено ветеринарными службами, соответственно, таких договоров не будет заключаться и не будет размещения на территории, будет отказано. Буквально через месяц в Сочи зацветут каштан, липа и акация. С одного улья будет собрано от 8 до 12 килограммов меда. Если же на территории нацпарка смогут разместиться более 6000 кочевых пасек, то и взяток, то есть добыча у пчел будет исчисляться в десятках тонн. Что касается оплаты, то за один улья нужно будет заплатить 360 рублей за сезон. К слову, за незаконное размещение пасеки на территории нацпарка грозит административное наказание. В Сочи 7 апреля отметят Всемирный день здоровья. Он начнется в 9 утра мероприятием «10 тысяч шагов к жизни». Подробнее о запланированных акциях главе города доложила его заместитель Марина Бролюк. 7 апреля у нас день во всем мире, отмечается день здоровья. Как у нас этот день пройдет? 7 апреля вся Россия пойдет 10 тысяч шагов к жизни. В том числе мы тоже пойдем с вами в 9 часов утра по нашему маршруту от площади собрания до Северного мола. А потом в 10 утра до 14 начнет работать центр здоровья и первая городская поликлиника. Они в ДК «Автомобилист» будут проводить день здоровья. Там будет, кроме всех врачей, которые необходимы для проведения этого дня здоровья, там будет аппаратура, которую можно проверить свое давление, снять свою электрокардиограмму, проверить холестерин, сахар. Можно будет проконсультироваться со всеми узкими специалистами, с врачом ЛФК. Но и добавлю, что перед акцией «10 тысяч шагов к жизни» участников ждет энергичная разминка и танцевальный проект «Зумба». А значит, хорошее настроение и заряд здоровья. Что касается выездного мероприятия городского центра здоровья в ДК «Автомобилист», то там горожан будут ждать офтальмолог, невролог, отоларинголог. Можно будет пообщаться и с медицинским психологом. А на площади перед Домом культуры пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе. Администрация города приглашает жителей и гостей Сочи принять активное участие в Дне здоровья и получить новые знания по здоровому образу жизни. Народный артист СССР Василий Лановой получил высшую городскую награду в Сочи. Актер и общественный деятель прибыл на курорт в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность потомке». Перед тем, как выступить в районном Доме культуры, Василий Лановой принял участие в межрегиональном патриотическом форуме. Он открылся в Сочи накануне. Впечатлил артиста не только размах студенческих проектов, но и масштаб преобразований в самом Сочи. Два года у меня потрясение от Сочи увеличивается и увеличивается. Дело в том, что я Сочи знал хорошо раньше. Я снимался здесь во многих фильмах. Я видел те дороги, те пейзажи, которые были. Но сегодня произошли такие изменения, что город превратился в третью столицу по-настоящему. И столько новаций произведено в этом городе, что это просто диву даешься. И сколько людей. Вот я сегодня ходил, мы остановиться не могли. Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность потомке» проводится с 2013 года и является культурной программой «Бессмертного полка». По сути, это моноспектакль Василия Семеновича о Великой Отечественной войне, о его военном детстве с участием солистов Министерства обороны, которых вы сегодня увидите. То есть они могут меняться, но моноспектакль Василия Семеновича, он остается как вот такая константа вот этого мероприятия. Кроме Ланового, в этой акции принимает активное участие народный артист России Александр Михайлов. За пять лет организаторы посетили 100 городов нашей страны. За многолетний доблестный труд и проведение патриотических мероприятий Василий Лановой награжден высшей наградой курорта – знаком признания и почет сочинцев. Главе города артист вручил ответный подарок – юбилейный альбом, выпущенный к 85-летию Ланового. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания «ФКТ». Театральная история Николая Островский, Павел Корчагин. Так называется выставка, которая открылась сегодня в Музее писателя. Выставка посвящена 115-летию со дня рождения Николая Островского и году театра в России. В экспозиции представлены редкие экспонаты из собственных фондов музея. Афиши разных эпох и разных театров, эскизы костюмов, макеты декораций, фотографии исполнителей и сцен из спектаклей. Работу над первым сценарием спектакля по роману «Как закалялась сталь» вел выдающийся режиссер Всеволод Мейрхольд еще в 1936 году при личном общении с писателем. По роману было написано семь пьес, десятки инсценировок. Павла Корчагина играли известные актеры Бруно Френдлих, Алексей Локтев, Василий Лановой, Владимир Конкин. Спектакли по произведению ставили ведущие театры страны. Внимание театра к образу Островского Корчагина не ослабевает и в наше время. В 2017 году, к столетию революции, спектакль «Как закалялась сталь» был поставлен сразу в двух театрах – «Балтийский дом» и «Колесо». Выставка в Скочинском музее будет открыта до 22 апреля. Ну а в художественном музее представлено что-то про мото. Так называется персональная выставка Ксении Кокориной. В экспозицию вошли живописные и графические работы. Спецпроект подготовлен к открытию мотосезона на курорте. Сама художница отметила, что интерес к мотоциклам у нее с детства. Этой техникой увлекались ее мама и брат. Любимыми аттракционами в цирке были гонки по вертикали и шар смелости. Сама Ксения родилась в Новочебоксарске. С 2005 года она член Союза художников России. Тем, кто также не смыслит себя без рева мотора и встречного ветра, будет что обсудить на вернисаже. Выставка открыта до 5 мая. Жители Краснодарского края смогут увидеть первый метеорный поток весны. Пик активности потока Лериды ожидается в ночь на 23 апреля. Сгорающие в атмосфере каменные металлические объекты, которые являются шлейфом пыли от кометы, можно будет увидеть через несколько часов после полуночи. Главный ориентир на звездном небе – ярко-голубая звезда. Сгорающие частички пыли будут лететь в южном направлении. Можно будет увидеть до 18 метеоров в час. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке. И в социальных сетях – в группах «Новости Сочи», «ФКТ», в «Фейсбуке», «Инстаграме», «Одноклассниках», «Телеграме» и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok